Дмитрий Анатольевич, 1 марта стартовала кампания по записи в первые классы будущих первоклассников. Скажите, пожалуйста, сколько детишек в этом году пойдут в первые классы и сколько школ примут первоклассников? Действительно, 1 марта текущего года началась приемная кампания в первые классы. Из 64 действующих общеобразовательных учреждений города в 52 объявлен прием в первые классы. 52 – это связано с тем, что вечерние школы у нас не принимают, гимназии лицея, также прием в первые классы не осуществляет. Всего ожидается 5200 первоклассников в текущем году, что по сравнению с прошлым годом примерно цифра соразмерная. В прошлом году у нас было 5181 ребенок. То есть 19 человек побольше. Да, чуть побольше. Динамика, роста определенная есть. Дмитрий Анатольевич, из года в год у нас, может быть, не скажу, что повторяется в одних и тех же школах, но есть такая тенденция, что в каких-то школах детей прописано больше, чем школа может принять. И возникают такие стрессовые ситуации для родителей. Вот в прошлом году это была начальная школа номер один. Вот в этом году, я насколько знаю, это 59-я школа, обращались к нам родители с вопросом, как будет зачисление. Вот проясните ситуацию, как в этом году в начальной школе номер один? В начальной школе номер один ситуация довольно-таки благоприятная. На текущий момент у нас около 80 заявлений, и планируется открыть 5 классов. Как мы вышли из ситуации? Ситуация разрешилась следующим образом. То есть между директорами 11-й школы и директором начальной школы номер один был заключен договор о безвозмездном пользовании ряда помещений в зданию школы номер 11. И, соответственно, все первые классы будут размещаться в здании на Ивана Франко. Таким образом, проблема начальной школы номер один с помещениями, она решена. По 59-й школе действительно ожидалось, что будут открыты классы для 125 детей, но с тем, что число желающих было гораздо больше, чем 125, то было принято решение об открытии шести классов. Таким образом, по большому счету, ситуация разрешена, и интересы детей и родителей будут удовлетворены. Вернемся к первой школе, к начальной первой школе. То есть, получается, все дети, которые приписаны по микрорайону, начальную школу номер один, будут ездить в 11-ю школу? Действительно так. Они будут обучаться в здании 11-й школы. А это принято в связи с чем такое решение? Данное решение принято в связи с тем, что в начальной школе у нас по проектной мощности 300 детей должно обучаться. К сожалению, сейчас уже проектная мощность превышена. Около 380 детей на данный момент обучается. Принять еще пять классов для всех желающих микрорайона – это невозможно. Во вторую смену мы для начальной школы организовать учебный процесс не можем. Поэтому такое решение по обоюдному согласию директоров было принято. Ну, с точки зрения мамы первоклассников или будущего школьника, мне бы, например, было бы тяжело возить ребенка в 11-ю школу, встречать его там, привозить обратно. Это вот как-то вопрос будет решаться по логистике? По 11-й школе следует отметить и положительные моменты. Во-первых, здесь появляется для детей начальной школы номер один спортзал. Полноценный спортивный зал, где дети могут заниматься. К сожалению, на улице Ярославской такие возможности у детей ограничены. Кроме того, инфраструктура, административная часть, также в начальной школе номер один, она, так скажем, не совсем развита. В здании 11-й школы есть такая возможность. Те же самые раздевалки, подходы к классам и сами кабинеты, они будут гораздо объемнее. То есть здесь плюсов, конечно же, гораздо больше, чем минусов. То есть я понимаю, что дети могут там оставаться и в продленке, и быть чем-то заняты в течение всего дня, когда родители в конце рабочего дня могут прийти забрать ребенка? Да, безусловно. Тем более новые федеральные образовательные стандарты от нас требуют, чтобы школа полностью целый день обеспечивала и учебные процессы, и воспитательные процессы, и дополнительное образование. Ну, вроде бы тогда получается конфликтная ситуация с 11-й школой, и с родителями будущих первоклассников начальная школа снята, таким образом, да? Да. В 59-й школе сказали, что 125 детей – это 5 классов. Сейчас принято решение открыть еще 6-й класс, да? Там, получается, по 35 детей, по 30 детей будут в 1-й классе? Где-то 30-32. 30-32. И, в принципе, все, кто был недоволен, успокоились? В принципе, да. Ну, неудивительно, школа пользуется, наверное, хорошей... Да, да, да. Здесь, пользуясь моментом, хотел бы сказать, что и директор за последние годы, Ольга Федоровна, подняла статус школы на очень высокую планку. Как известно, 59-я школа попала в числе 11 школ города в топ-500 школ России, и, безусловно, это сыграло положительную роль на имидже школы. Желающих, конечно, очень много. Дмитрий Анатольевич, в прошлом году была еще такая сложная ситуация со школой номер 6, когда сначала думали сделать из нее начальную школу, потом передумали. Вот сейчас каким образом заполняемость школы? Как заполняется школа? Школа номер 6 заполняется сейчас в штатном режиме, там ажиотажа не наблюдается. Ожидается, что будут открыты 6 начальных классов, что, в принципе, удовлетворит как раз потребности всего микрорайона. Там все идет в штатном режиме. То есть так называемый бэби-бум сыграл на руку этой школе? Безусловно, да. Школы стали заполняться, и в перспективе, конечно же, через несколько лет станет вопрос о том, что надо как-то выходить из той ситуации, когда проектные мощности будут превышены. Проектные мощности превышены в тех школах, которые в центре находятся. А как же быть там, где новые микрорайоны? Новые микрорайоны, в частности, администрация города Чебоксары, сейчас рассматривает вопрос о строительстве новой школы. Школа планируется строиться в микрорайоне Гладково, где по демографическим обследованиям было выявлено, что около 2000 детей школьного, дошкольного возраста находятся, так скажем, в очереди и в дошкольном образовательном учреждении, и в школу. Поэтому принятое решение, оно правильное, потому что разрешит вопрос с напряженностью в этом микрорайоне, который активно застраивается. Кроме того, 10-я школа, которая находится неподалеку, на сегодняшний момент принимает часть детей с данного микрорайона к себе, что превышает, опять же, проектную мощность в полтора раза школы. Школы вынуждены работать две смены. На каком этапе сейчас идет строительство этой школы? Когда будет заложен первый камень? На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации в течение 2014 года. И мы планируем, что в 2016 году школа будет сдана. То есть детишки, которые пошли в новый садик в микрорайоне Гладково, пойдут уже и в новую школу? Да, им буквально будет рядом из одного садика перейти в соседнюю школу. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности начальник управления образования столичной администрации Дмитрий Захаров. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин